Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Уже несколько дней жители полуострова обсуждают инициативу Государственной Думы о привлечении коллекторов к взысканию долгов за услуги ЖКХ. Речь идет об изменениях, которые собираются внести в законопроект о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Этот документ подготовил Минюст еще осенью 2019 года. Документ уже получил неоднозначную оценку. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов уже высказался категорически против таких изменений. Он заявил о том, что привлечение коллекторов к взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги может привести к массовому нарушению прав человека. Тем более, что в Крыму уже есть очень печальный опыт работы коллекторов. О том, насколько эффективна такая инициатива, насколько это возможно, мы сегодня поговорим с нашим гостем Альбиной Мединской, юристом. Доброе утро! Доброе утро! Альбина, расскажите, как сейчас происходит взыскание долгов за услуги ЖКХ? Каков сейчас механизм? На данный момент законодательно закреплен следующий процесс. Управляющая компания или ресурсная компания, они обращаются в суд о взыскании задолженности, получают решение суда. У нас сейчас стоит приказное производство, то есть очень быстро происходит и выносится решение суда. И передается дальше взыскание. У нас есть служба судебных приставов, обращается взыскание и на имущество должника, на его зарплату. То есть идет объективная оценка имущества и возможности, в принципе, выплаты данного долга. И происходит, в принципе, погашение задолженности, если это, в принципе, возможно. А бывают такие ситуации, такие случаи, когда это объективно невозможно, когда человек не может заплатить? Безусловно. И тут, опять же, законодательно у нас урегулирован, в принципе, весь процесс взыскания. И на этапе, когда судебный пристав оценил все имущество и, в принципе, возможность взыскания данного долга, он может принять решение о закрытии исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания. Так как по ряду объективных действительно причин, ну, нет у человека имущества, нет у человека заработной платы, он официально нетрудоустроен, разные бывают жизненные ситуации. Конечно, безусловно. Данное производство отправляется в архив, по истечению определенного срока времени взыскатель снова может предъявить свои требования с целью проверки, может быть, улучшилось материальное положение, и тогда взыскание будет возможно. Что делать с этими кейсами, если они будут переданы коллекторам? Как они будут действовать в данном случае? Очень много вопросов. Ну, вообще, какие возможны сценарии? Вот если эти долги, вот таких людей, которые объективно не могут заплатить, будут передавать коллекторам? На мой взгляд, сценарии не очень, скажем так, положительные могут быть, потому что, в принципе, коллекторские организации – это что? Это предпринимательская деятельность, которую регулировать довольно сложно. Безусловно, есть коллекторы, которые работают в рамках закона, которые работают добросовестно. Но и есть большой процент организаций, которым очень-очень много вопросов. Их сложно контролировать, их действия сложно контролировать. Если у нас идет взыскание государственными служащими, у которых есть должностной регламент, которые руководствуются законом нашей страны, деятельность которых полностью контролируется, тогда и они действуют в рамках закона. Что делают коллекторские организации? Каким образом они производят эти взыскания? Здесь уже очень надо за этим следить. Это должен налажен быть механизм. И изначально, если даже это и делать, то необходимо, в принципе, регулировать всю коллекторскую деятельность по-другому. На данный момент это очень сложно. Сейчас, на данный момент, человек может себя как-то защитить от действий коллекторов? Безусловно, он не то что может, он даже должен. Коллекторские организации, которые действуют не в соответствии с законом, они должны выявляться, это должно пресекаться. Любой гражданин, чьи права начинают нарушаться, когда у нас идет психологическое воздействие, да, уже различное, когда идут какие-то угрозы. Да, вот где эта черта проходит, когда вот действие коллекторов уже становится незаконным? Ну, эта черта, она, мне кажется, очевидна, когда вы начинаете ощущать прессинг, когда вы начинаете переживать за свою жизнь, да, за свое психическое здоровье. Есть у нас органы прокуратуры, есть у нас полиция, надо обращаться, не стесняться, защищать свои права. И надо, главное дело, не бояться. Потому что защищать себя надо и защищать себя возможно. И способы есть, главное не бояться и не пугаться этого. То есть, в первую очередь, необходимо обращаться в полицию. Что делать, если... Полиция, прокуратура. То есть, сначала в полицию, если, допустим, там... Можно везде, это как бы... Одновременно. Конечно, конечно. Большое спасибо за беседу. Я напомню, сегодня у нас, мы сегодня беседовали с нашей гостьей Альбиной Мединской. Юристом беседовали о том, эффективно ли привлечение коллекторов к взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. На этом у нас пока все, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо большое, Катя.